Дмитрий, Алексей, вот результат ваших трудов. Вы очень сильно ждали этого момента, и мы вам вручаем эти книги. Большое спасибо. Огромное спасибо вам. Дмитрий Верязкин и Алексей Синица – осужденные из правительной колонии номер 3, что на куете. А теперь еще и авторы книги. Небольшой, выпущенный скромным тиражом в пару десятков экземпляров. В сентябре прошлого года осужденные поделились планами написать и проиллюстрировать детскую книгу с администрацией колонии. Руководство идею поддержало, а напечатать издание помог общественный совет при УВСИН. Впервые такое, что к нам обратились с администрацией колонии с такой просьбой, что написана книга, и ее нужно издать. Написана книга, нарисована к ней иллюстрация. И, конечно, мы с радостью сказали, да, мы поможем. Часть тиража автора отправят родным, несколько экземпляров останется в местной библиотеке. ИК-3 – колония строгого режима. Дмитрий говорит, многие считают, что у осужденных масса времени – рисуй, пиши. На самом деле все подчиняется строгому распорядку, подъем, проверке. А Дмитрий еще и много работает, стараясь деньгами поддержать семью. И все же каждый день он выкраивал свободные минуты, чтобы посвятить их созданию Тимошиных сказок. Он не дружил ни с кем, и потому Антон оказался у Куролеса в плену. Того, у кого друзей много, беда обходит десятой дорогой. На обложке мальчуган. Это сын Дмитрия. Ему два года четыре месяцев. Именно ему посвящена книга. Из-за пандемии за последний год увидеть ребенка отец может лишь по видеосвязи. Невысказанные отцовские чувства нашли выражение в книге. Ее герой попадает в истории, порой опасные, из которых ему удается выбраться благодаря дружбе, любви, честности, заботе. Главную мораль, которую Дмитрий вложил в сочинение, он осознал на собственном горьком опыте. Во-первых, что нужно слушаться старших. Как бы, конечно, пока мы молодые, маленькие, нам всем казалось, что они говорят какую-то ерунду, которая не соотносится с нашим образом мышления юным. Но, как правило, всегда старшие, тем более родственники, конечно, желают своему ребенку только самого наилучшего. Но плохо, что люди понимают, что это слишком поздно, как это произошло в моем случае. Об этом горьком опыте, как многие осужденные, Дмитрий старается не говорить. Это его четвертая судимость. Из сроков 22 года и 7 месяцев отбыл 17 лет. Большую часть в Хакасии. На Алта его перевели год назад. Здесь познакомился с будущим соавтором. Алексей Синица – бывалый иллюстратор и издатель. Во время своего предыдущего срока, который отбывал в этой же колонии при поддержке администрации, выпускал глянцевый журнал. Идею детской книги поддержал, ведь такого раньше никто не делал. Мы спросили, хочет ли он продолжить заниматься книгоиздательством, когда выйдет на свободу. Знаете, ну вот какой-то странный парадокс, потому что именно находясь в местах лишения свободы, я пытаюсь, скажем так, везде, где только можно принимать участие. Но когда я выхожу на свободу, у меня там совершенно другая жизнь, как бы другие приоритеты, цели, задачи, семья, как содержать, как прокормить. Навыки, профессии, которые осужденный получает в колонии, конечно, ценны, говорит замначальник АИКА. Но не менее важно, когда осужденный поддерживает отношения с близкими на свободе. Для той или иной части осужденных все равно мысли о своих близких – это ключевые моменты, когда они отбывают наказание, стараются не допускать никаких нарушений, чтобы освободиться, возможно, условно-досрочно, чтобы побыстрее вернуться к ним, вернуться к нормальной жизни и вести полноценную жизнь уже со своей семьей. На свободу Дмитрий должен выйти через пять лет, но тоже надеется на условно-досрочное. И делает для этого все возможное. Греет мечта – почитать Тимошины сказки вместе с сыном. Что же до дальнейших планов, твердо намерен выйдя на волю и дальше заниматься литературой. Правда, уже не детской. Говорит взрослым читателям, ему тоже есть о чем рассказать. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.